Достаточно закрытые и необщительные староверы из села Дерсу в Красноармейском районе Приморья небольшие любители привлекать к себе внимание средств массовой информации. Но сегодня повод особый. Староста общины Ульян Мурачев и другие ее члены вступают в добровольную народную дружину. Теперь староверы вместе с сотрудниками полиции будут стоять на охране общественного порядка в районе. Произошло значимое событие. Населенный пункт Дерсу, где проживает у нас староверы, переселенцы, создана новая дружина, 108-я дружина, которая вошла в состав охраны общественного порядка Приморского края, которая будет обеспечить охрану общественного порядка совместно с сотрудниками полиции Приморского края, именно Красноармейского района. Староверы в Приморье живут девятый год. На север края приехали из жаркой Боливии. Несмотря на непривычные условия, прижились и неравнодушны ко всему, что происходит на новой родине. Жалуются на доступность наркотиков в районе, просят помочь в обеспечении безопасности дорожного движения, много пьянок за рулем и даже на поселковых стритрейсеров. Сотрудники полиции поблагодарили старообрядцев за активную жизненную позицию и готовность к участию в охране правопорядка. В этом году в крае на 14% снижена регистрация преступлений. Сократилось число краж и грабежей. Сохраняется тенденция к снижению уровня уличной преступности. Число преступлений на улицах и в общественных местах снижено на 22%. Без содействия жителей края таких результатов вряд ли удалось бы достичь. При участии членов добровольных народных дружин раскрыто 218 преступлений. Пресечено свыше 5000 административных правонарушений. Община староверов почти полностью автономна. Сами пекут хлеб, масло, мясо и молоко тоже от собственного скота. Дети на домашнем обучении. Учителя, так же как и врачи, к ним приезжают из района. А теперь старообрядцы, пусть и неофициально, могут считаться еще и собственной полицией. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.